Сегодня Якутия присоединилась к всероссийской образовательной акции, большому этнографическому диктанту. В республике для его проведения организовали 200 площадок. Тест включал в себя 30 вопросов, посвященных географии, этнографии, культуре, традициям и языкам народов России. В этом году впервые 10 из 30 вопросов касались региональной специфики каждого субъекта. На выполнение теста давалось 45 минут. В Намском районе свои знания проверили более 500 человек, среди них порядка 60 ученики второй школы в Намцах. В этом году я впервые участвовала. Очень интересные вопросы. Сложные бывали, некоторые не очень. Очень волновалась. Всего было 30 вопросов. Думаю, ответила на 20 из них. В Якутске этнографический диктант написали на 20 площадках. Около 70 человек пришли в Дом дружбы народов имени Кулаковского. Среди них традиционно были представители национальных общин. СВФУ стал одной из самых больших площадок в столице. В трех главных корпусах университета тест прошли более 500 студентов, преподавателей и просто желающих. Это в 8 раз больше, чем участвовала в прошлом году. В прошлом году тоже участвовала. И в этом году я решила узнать, насколько мои знания улучшились. Мне кажется, жителям национальных республик несколько легче, потому что там есть вопросы, связанные с Якутией, с ближайшими соседними регионами, например, Бурятия и так далее. И вообще-то за счет этого, мне кажется, нам легче. А итоги акции организаторы подведут 12 декабря, в День Конституции. Но уже 10 ноября на сайте Большого этнографического диктанта появятся правильные ответы на вопросы. Между тем, в этом году акцию провели во второй раз, и она получила статус международной. Диктант сегодня писали не только жители 85 субъектов России, но и 10 стран ближнего зарубежья.